Неделя в садике, две на больничном. Как шутят про свой распорядок родители дошколят. В младших классах школы дети тоже очень часто болеют. Больничные сказывались на состоянии семейного бюджета, но с 1 сентября изменился порядок оплаты больничных листов по уходу за ребенком. Теперь это 100% заработка, независимо от стажа родителя. Все подробности обсудим с экспертом Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Татьяной Степановной Банниковой. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала определимся в тонкостях. Теперь получаем расчет по больничному 100%. Как формируется эта сумма? Не совсем всегда. Дело в том, что оплата больничного напрямую зависит от длительности страхового стажа работника. И 100% получат работники, имеющие страховой стаж более 8 лет. 80% при стаже от 5 до 8 лет. И 60% среднего заработка получат, имеющие страховой стаж менее 5 лет. Но по страховым случаям с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за больным ребеночком до 7 лет включительно больше не зависит от страхового стажа работника. Ему очень рады. Родители очень обрадовались. Да. Да. Это социальная мера поддержки молодых родителей, часто болеющих детей, имеющих маленький страховой стаж. А на сколько дней можно оформить больничный по уходу за ребенком? Больничный по уходу за ребеночком до 15 лет как при амбулаторном лечении, так и в случае стационарного лечения будет выдаваться за весь период. Но оплатится по возрастной группе ребеночка от 7 до 15 лет не более 15 календарных дней. Есть такое ограничение. При уходе за больным членом семьи возрасте старше 15 лет оплатится не более 7 календарных дней только при амбулаторном режиме. При стационарном режиме ухода больничный не выдается. Не выдается. Очень жаль. Да. А можно ли оформить больничный по уходу за ребенком после увольнения? Оплата больничных после увольнения осуществляется только в том случае, если заболел сан уволившийся работник в течение 30 календарных дней. Ну, либо наступила травма данного работника. Оплата в таком случае будет производиться в размере 60% среднего заработка. А вот больничные по уходу за ребенком по уволившимся родителям, к сожалению, оплате не подлежат. А вы знаете, что интересно? До 7 лет включительно, а если вот, например, ребенку 7 и, допустим, 3 месяца, 7 и 4 месяца, 7 и 5, уже нет стопроцентного перерасчета? Да. К сожалению, когда ребеночку наступило уже 7 лет, то есть более 7 лет, оплата будет напрямую зависеть от длительности страхового стажа самого работника. И в данном случае оплата будет производиться за первые 10 календарных дней при амбулаторном режиме в размере процента по стажу, а начиная с 11 дня временной нетрудоспособности в размере 50% среднего заработка. Давайте еще раз проговорим. Если ребенок старше 7 лет, как оплачивается больничный? По стажу работника. Чем выше стаж, тем... Да, могу повторить. При 100% оплатится при имеющем страховой стаж более 8 лет. Стаж от 5 до 8 лет это 80% оплаты и 60% оплатится при стаже менее 5 лет. Это общий стаж, да, не только в определенной компании, в которой трудится работник? Да, это все периоды работы застрахованного лица работника, в которые за него уплачивались страховые износы. Суммируются данные периоды, это и будет считаться страховым стажем работника. А вот от количества дней больничного в течение года зависит, что тогда мама может получать такую выплату? То есть, например, там 60 дней, 80 дней? Да, у нас по закону установлено ограничение. По уходу за детками в возрасте до 7 лет пособие оплачивается суммарно по году не более 60 календарных дней. По всем случаям ухода за данным ребеночка. То есть, 2 месяца мы можем находиться, да? Да, суммарно по году. Но в том случае, если заболевание ребеночка входит в соответствующий перечень, данный период оплаты увеличивается до 120 календарных дней. А вот если ребеночек в возрасте от 7 до 15 лет, тут немножко другое ограничение, не более 45 дней календарных в году. Так, ну а вот если больше так случается, и это не входит, например, в список, да, о котором вы упомянули, то получается, мы вообще больничный не будем получать? Больничный будет выдаваться, но оплате, к сожалению, по истечении данного периода данному родителю оплачиваться не будет. Очень жаль, да. Ну а если, например, мама вот свой лимит выработала, да, так скажем, отдохнула вместе с ребенком, поухаживала, то папа может уже потом брать больничный и так же получается? Ухаживать за ребеночком может как мама, так и папа, бабушка, иной член семьи, другой родственник, опекун, попечитель заболевшего ребеночка. И право на оплату будет у всех данных лиц, но только в том случае, если данное лицо фактически осуществляло уход за заболевшим ребеночком, с учетом также от лимитов, установленных по году. А в каком сроке происходит выплата по больничному листу? Оплата по больничному напрямую зависит от срока своевременности, корректности передачи сведений работодателям в фонд. Работодатели обязаны передавать сведения в фонд в течение пяти календарных дней со дня обращения работника к своему работодателю, а фонд выплачивает в течение десяти календарных дней со дня поступления полной и корректной информации от работодателя. Такие нормы действуют в 2021 году, но с января 2022 года у нас порядок меняется и, соответственно, меняются сроки. У работодателя три рабочих дня на передачу сведений в фонд, а у фонда социального страхования десять рабочих дней на оплату. А как-то это можно отслеживать? В каком статусе сейчас находятся? Безусловно. Для данных целей у нас предусмотрено разработано приложение, мобильное приложение «Социальный навигатор». Также можно войти в личный кабинет получателя услуг на сайте государственных услуг и отследить как статус выдаваемых электронных листков нетрудоспособности, так и посмотреть, в какой стадии рассмотрения находятся ваши пособия, передал или не передал работодатель информацию в фонд, на каком этапе рассмотрения данное пособие. То есть ты старался потом оперативно решить вопрос, да. Ну давайте теперь поговорим о нововведении 2022 года. Теперь больничные листы будут только в электронном формате. Если раньше в этом году мы могли выбирать, то почему вы приняли такое решение? Основанием для назначения выплаты пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам является больничный листок, то есть листок нетрудоспособности. При этом электронная его форма действует уже с июля 2017 года. И на сегодняшний день у нас действительно обе формы листа, как бумажная, так и электронная. Но с января 2022 года мы переходим на полную выдачу электронных листов нетрудоспособности. Это обусловлено тем, что фонд социального страхования с января следующего года переходит на проактивный, то есть беззаявительный режим выплат пособий социального обеспечения. Про это хочется поподробнее узнать. Теперь будут без заявлений. Поясните, пожалуйста. Инициатором при проактивном режиме выплат является фонд социального страхования. И основанием такой инициативы будет и являться открытие электронного больничного медицинской организации. При этом работник может со следующего года вообще не сообщать своему работодателю информацию о номере своего листка нетрудоспособности. Но при этом у него есть право обратиться в медицинскую организацию за выдачей талона, допустим, какой-то формы иной бумажной с номером листка нетрудоспособности. А вот передавать сведения работодатель в фонд будет на основании инициативы фонда социального страхования. То есть после закрытия листка нетрудоспособности медиками, подписания его электронно-цифровой подписью, фонд направляет, обращается к работодателю с просьбой передать сведения в фонд для оплаты. Но вот еще максимальный размер среднего дневного заработка для оплаты больничного станет больше. Что это такое? Как он теперь будет рассчитываться? Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам рассчитывается, исходя из суммы предельных величин баз для начисления страховых взносов за два предыдущие года, деленные на 730. И на сегодняшний день составляет данная сумма, максимальная сумма в день 2434 рубля 25 копеек, в следующем году 22-м 2576 рублей 60 копеек. Какой бы ни была заработная плата работника в двух предыдущих годах, более этой суммы в день получить он не сможет. У нас времени остается совсем немножко, остается только последний вопрос. Изменятся правила подсчета страхового стажа для расчета пособия? Расскажите подробнее буквально в двух словах. Периоды работы за границей до получения гражданства Российской Федерации будут со следующего года включаться, учитываться при расчете пособия при наличии межгосударственного соглашения. Ну что ж, большое вам спасибо, Татьяна Степановна, за такую подробную информацию. Всего доброго и с наступающим Новым годом! Спасибо!